Время идет так быстро, не правда ли? Еще вчера ты нехотя вставал в 7 утра грызть гранит знаний, а сегодня в это же время просыпаешься на работу. Хотя, чего это я? У меня же свободный график. Тем не менее, жизнь и вправду имеет свойство пролетать незаметно. Взять вот те же самые игры. Думаю, у каждого был такой тайтл, в котором он зависал днями напролет еще в детстве. Вспомните, например, 2010-е. Это удивительные времена, когда СНГ-геймеры могли одинаково кайфовать как со второй мафии, так и с условной браузерной тюряги в ВК. Кайфовали как с Black Ops, так и с Warface. Согласитесь, в те времена мы были менее привередливы. Границ между ААА-блокбастерами и браузерками не существовало. Мы просто играли и, эээ, все. В последнюю очередь тебя интересовала студия-разработчик, бюджет игры и прочая чепуха. Зачем это все? Там пацаны зовут катать. Пойдем в компьютерный клуб. Как вы уже поняли из названия ролика, у меня тоже была такая игра, пробивающая на ностальгию. Это Warface. Ведь только вдумайтесь, игре уже 12 лет. Выросло поколение геймеров, которое зачастую о ней даже не знают. Вышел целый табун новых частей колды и батлы. Даже КС обзавелась сиквелом. А Warface живее всех живых. И это несмотря на то, что, как и в случае со всеми играми, к лицу войны всегда была куча вопросов. У игры хватало и хватает хейтеров, но равнодушным она точно никого не оставляла. Как проекту до сих пор удается оставаться на плаву? Как именно он насаживал на иглу и вызывает ли зависимость до сих пор? Об этом и поговорим. Уверен, среди наших подписчиков полно бывших и действующих задр... Кхм, простите. Фанатов всей игры, которые обязательно разделят мою ностальгию и так же, как и я, погрузятся в ушедшие ламповые времена. А для тех, кто с игрой знаком лишь понаслышке, возможно, будет интересно узнать о тайтле подробнее. Все-таки столь вопиющие пробелы в познаниях геймерской движухи нужно как-то восполнять. В любом случае, к какой бы группе вы ни относились, устраивайтесь поудобнее, да распаковывайте свои сухпайки. Текст и монтаж подготовил снайпер Станислав Буров, а озвучил штурмовик Александр Фенин. На связи IGM. Поехали! Ни для кого не секрет, что свои корни Warface берет еще от старых добрых Crytek, а если точнее, то от киевского подразделения компании. Где-то в 2007 году, когда основной офис уже заканчивал свою авантюру с первым Крайзисом, в голове босса в студии назревал резонный вопрос. А что дальше-то делать? Ответ пришел откуда не ждали. В какой-то момент времени в компании обратили внимание на быстро растущий рынок азиатских фри-то-плей-шутеров вроде Point Blank или Crossfire. В те времена на Западе условно-бесплатная модель распространения была в новинку, но идея показалась боссам студии довольно занимательной. Хотя бы потому, что такие игры попросту не страдали от пиратов. А еще мастеров из Crytek удивил довольно низкий, по их мнению, уровень исполнения азиатских стрелялок. Ребята немного посовещались, да и решили. А чем мы хуже? Уж у нас-то точно получится показать, как надо делать шутеры. Однако основной офис все еще должен был уделять время и ресурсы новообразованной франшизе про мужиков в нано-костюмах. А потому разработку, да и вообще всю ответственность за новый проект спихнули на то самое киевское подразделение. И казалось бы, вот вам один из крутейших движков в истории, вот вам идея, что может пойти не так? Ну, к сожалению, киевский филиал не был опытным в работе над целыми проектами. До этого ребята трудились над поддержкой уже существующих тайтлов. И пусть энтузиазма им было не занимать, цикл разработки затянулся с планируемых полутора лет до пяти. Да, изначально лицо войны должно было предстать перед игроками примерно в 2008-2009 годах. Но получилось, как получилось. Кстати, забавный факт. Поначалу игру хотели назвать ничем не примечательным наименованием Blackjack, но затем один из главных разработчиков предложил уже более знакомое нам Warface TV, ввиду того, что на тот момент в проекте имелась интересная фича. Предполагалось, что игроки смогут загружать свои фотографии, чтобы затем использовать их в качестве текстур для лиц персонажей. Но в итоге от идеи отказались, побоявшись, что среди игроков найдутся любители пошутить, загружающие не совсем то, что ожидалось. Но от названия, как видите, отказываться не стали. А подобную систему вы и так можете лицезреть в некоторых других играх. Например, в Rainbow Six Vegas 2. Приставка же TV указывала на то, что сеттинг проекта представлял из себя что-то вроде телешоу с боями, на манер хайпанувшего в этом году The Finals, но с уклоном в милитаристилистику. Однако в какой-то момент, а именно спустя полтора года от начала разработки, состоялась встреча с китайским медиагигантом Tencent для заключения взаимовыгодных договоренностей о сотрудничестве и распространении игры на просторах Поднебесной. К сожалению, разработчиков сеттинг телевизионных боёв отпугнул азиатских коллег, и его пришлось менять на что-то более приземлённое. А это означало, что разработку придётся начинать практически заново. Причём в дальнейшем масштабные переделки ещё не раз стучались в двери студии. Мы, кстати, тоже кое-что переделывали. Например, наш фирменный магазин IGM GG. Теперь он не просто выглядит роскошно, как какой-нибудь Феррари, но и работает так же быстро. Инстопы нужны только для того, чтобы любоваться коробкой с диском, который будет красоваться у вас в библиотеке. А ачивки вы видели? Одна забавнее другой. Только ради них уже можно перейти по ссылке и затариваться играми со скидками до 90%. Вперёд и с песней! А мы продолжаем. В итоге потом и кровью удалось довести проект до релиза в 2012 году. И в отличие от многих игр, прошедших через производственный ад, Warface удалось стать успешной. И в каком-то роде даже культовой игрой. Об этом можно судить хотя бы потому, что уже в 2013-м игра угодила в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое количество онлайна на одном сервере, составившее целых 145 тысяч человек. Да ещё и на нашем родном русском поле. И мы обязательно коснёмся вопроса, чем именно Warface так цеплял тогдашнего геймера, особенно на просторах необъятной. Но для начала мне, как автору, хотелось бы немного поностальгировать и вспомнить, как я познакомился с игрой, съевшей сотни часов моего свободного времени. Как сейчас помню, на дворе как раз стоял 2013 год. Я после школы пришёл в гости к своему однокласснику. Домой идти не хотелось, ведь придётся садиться за ненавистную домашку. Естественно, два шкета в начале десятых в пустой квартире могли заниматься только одним делом – играть в компьютер. Этим занялись и мы с моим другом Егором. Тогда-то я и увидел детище киевского Крайтека в первый раз, и меня тут же снесло волной изумление. До этого автор уже имел опыт мультиплеерных забивов в КС и Колде, но тут всё было на совершенно ином уровне. Бешеная динамика с подкатами и приятными анимациями сочеталась с вполне внушительным на тот момент графоном. Конечно, это может показаться голословным заявлением, но не спешите с выводами. Всё-таки на дворе был 2013 год. Из свежего на поприще милитари-шутеров были разве что Call of Duty Modern Warfare 3 до CSGO. Первая вышла не особо удачной и разочаровала, кажется, всех ввиду устаревших механик и движка в целом. А вторая же на момент релиза и вовсе была явлением спорным. Многие игроки тогда не захотели бросать любимую КС 1.6 в пользу новомодной GO. Да и те, кто шли в новинку, явно понимали, что КС не про динамику. В отличии от Warface. Не стоит забывать и о главном. Что КС, что Колда — обе были платными. А тогдашний школьник обычно не имел денег ни на что, кроме обеда в столовой. Warface же предлагал бодрый геймплей в качественном техническом исполнении буквально за даром. Я попросту не мог поверить, что такая игра не стоит ни копейки. Просто бери и играй. В тот день мы зависли в ней до позднего вечера, за что я знатно отхватил отцовского ремня и мамкиного подзатыльника. Но это было уже не важно, потому что я нашел для себя настоящий священный Граль. Естественно, при первом же прикосновении к клавиатуре игра была моментально скачана на комп. Так и начались мои долгие годы задротства. Как уже было упомянуто ранее, геймплей Warface всегда был достаточно динамичным. Больше всего на тот момент игровой процесс напоминал серию Call of Duty с ее небольшими картами и быстрыми перестрелками на спидах. Игра всегда была достаточно скиллозависимой. На таких скоростях нужно было уметь хорошо стрелять и быстро ориентироваться по карте. Причем, в отличие от CS и Колды, Warface предлагала своим игрокам еще и систему классов, прям как в батле. На выбор имелись стандартный штурмовик, снайпер, медик и инженер. Каждый из классов имел свои особенности и, естественно, требовал знать их и уметь грамотно ими пользоваться. Отличия заключались не только в способностях, а-ля медик лечит, штурмовик раздает патроны, а инженер броню. Различались ребятки еще и, к примеру, в эффективной дистанции введения боя ввиду классового вооружения. Все это нужно было учитывать для подбора грамотной стратегии и тактики игры. К тому же данная система вводила какую-никакую необходимость в командном взаимодействии. Все вышеперечисленное вкупе с неплохими картами, в рядах которых были легендарные Пригород и Ангар, создавали особенный игровой опыт, полюбившийся сотням тысяч геймеров по всему миру. В качестве же игровых режимов выступали как стандартные для классических мультиплеерных шутеров дизматчи, командные бои и захваты флага, так и подрыв, перекочевавший из Counter-Strike. В этом гейммоде нужно было заложить бомбу, а противоборствующая команда, естественно, должна всеми силами не допустить ее детонации. В свою очередь, режим под названием Blitz брал ту же самую схему и ускорял ее, делая сражение еще динамичней. В общем, игра предоставляла внушительное количество поводов и мест на постреляться. Да что там говорить, по Варфейсу проводили турниры и мероприятия. Мало того, так еще и популярные. Почти в каждом дворе был свой Варфейсер, грезящий о карьере в киберспорте благодаря тайтлу. А на более крупном уровне были свои выставки на Игромире и даже собственный фест, именуемый Варфестом. И все бы ничего, но не забывайте, что Лицо Войны – это один из первых фри-ту-плей-шутеров в привычном их понимании. Очевидно, что разрабы хотели подзаработать, а значит донат в проекте был неизбежен. Его подвезли практически на релизе, в одном из первых апдейтов. И если вы сейчас подумали, что то была безобидная косметика, не влияющая на геймплей, то ничего подобного. Это сейчас вам из каждого утюга расскажут, что запихивать метовое снаряжение за Paywall – моветон и гейм-дизайнерская ошибка. В 2012-м данное мнение, по всей видимости, было не так распространено, и такое скорее считалось нормой. Как вы поняли, в Warface деньги стали компенсировать недостаток скилла. Многие ругали игру именно за этот ее аспект. Но давайте пока не будем забегать вперед. Потому что поначалу любителей расчехлять кошельки было немного, а сама система хостов, где на каждом сервере был свой админ, помогала иной раз и вовсе от них отгородиться. Обладателей безлимитных кредиток попросту не пускали на некоторые серваки. Так что сам подход разработчиков к донату, может, и раздражал, но впечатление от игры портил не сильно. Первые несколько лет действительно была возможность вывозить чисто на скилле, чем многие и пользовались. К примеру, раньше в игре существовала система кланов, куда порой брали при высоком показателе КД – соотношение ваших убийств к смертям. Ну и, конечно, смотрели названия. Какие-нибудь ежики были не самым привлекательным приобретением в клан, а вот птички уже ценились повыше. Я рассказываю вам об этой системе неспроста. Видите ли, ваш покорный слуга и сам состоял в одном из кланов, причем довольно уважаемом. Не хочу лишний раз хвастаться, но благодаря своим умениям я быстро зарекомендовал себя среди заклановцев и даже регулярно участвовал в клановых матчах. Правда, вот донат потихоньку начинал душить. Тягаться с обладателями золотых пушек и скорострельных снайперок становилось все труднее. Противопоставить что-то детям мажоров было тяжело. В какой-то момент ситуация обострилась настолько, что я даже выкрал немножечко деревянных из семейной копилки, чтобы купить себе какой-то метовый ствол. До сих пор стыдно об этом вспоминать. Естественно, среди геймеров также начались волнения. Так, в рейтинговом режиме появилось такое понятие, как крабокод. Спросите, что это? Это такой своеобразный регламент, который был обязан соблюдать любой уважающий себя игрок. Своего рода кодекс чести. По крабокоду любые донатные пушки запрещались. Где-то, конечно, были послабления для пистолетов и ножей, но в основном лучше было вообще не светить метовым стволом. Если же в матче встречался геймер, играющий не по вышеописанному правилу, его сразу нарекали всеми возможными обидными прозвищами. И я считаю, вполне заслуженно. Нечего честным работягам игру портить. Развели тут. Жаль только, крабокод в итоге не смог изменить сложившиеся ситуации. И сейчас представляет из себя скорее теплое воспоминание. Постепенно ПВП становился полем боя не скилла и тактического мышления, а кошельков и удачи. В игре появились лутбоксы и система модификаций, позволяющая и без того им балансное оружие превращать в ужасающие машины смерти. Похожая ситуация получилась и с броней. В какой-то момент донат дошел до такой крайности, что метовый шмот менялся каждый сезон. Иногда новенькое оружие устаревало за месяц. И это я еще не говорю про безобидные скины. Хотя даже с ними получилась интересная история. Потому что разработчики добавили женские облики на оперативников. По сути, хитбокс-то был одинаковый, но визуально модельки прекрасных воительниц были стройнее, что мешало по ним лупить. В народе быстро прозвали сиенного введения бабоскинами и отправили задумку в раздел зашквары. Но я не желал прощаться с любимой игрой, а потому плавно перетек в ее ПВЕ составляющую. И, как оказалось, посмотреть там было на что. Да-да, не удивляйтесь, в Warface был еще ПВЕ. Более того, у игры есть собственный лор и даже серия достаточно интересных комиксов. Кооперативный контент предлагал игроку два режима – обычные миссии и нашумевшие на все комьюнити спецоперации. И если первые представляли из себя простенькие уровни, состоящие из двух этапов, где команде оперативников необходимо было продвигаться по контрольным точкам, отстреливаясь от ботов, что было хоть и приятным дополнением к основному блюду в виде ПВП, но все же ощущались довольно обыденно, то вторые привносили в игру гораздо больше интереса. Во-первых, во всех спецоперациях был свой сквозной сюжет о противостоянии двух сторон в лице злой военной корпорации Blackwood и бравых парней из подразделения Warface. Первые стремились творить всяческие военные преступления с целью расширения своего влияния, а вторые, логично, старались им помешать. Сюжет полнился интригующими персонажами и всевозможными вот это поворотами, но подкупала меня далеко не только история. Спецоперации проходили на красочных локациях, будь то Припять или Япония с цветущей повсюду сакурой. А еще на многих из этих миссий были свои уникальные противники. Так, например, на Вулкане, помимо привычных ботов, игра предлагала отстреливать турели всевозможных видов и форм. А в уровне под названием Рой и вовсе были жуки. Важной особенностью операций была и их сложность. Разработчики отлично постарались над балансом, склоняя игроков к командному взаимодействию. На высоких сложностях зачастую было трудно справиться без твердого товарищеского плеча. Помню, как я горел на белой акуле. Это, к слову, была самая первая спецуха, появившаяся еще в далеком 2013-м. Уровень состоял из 20 постепенно усложняющихся этажей, которые реально заставляли попотеть. Особенно под конец. В общем, это был действительно годный контент для тех, кто подустал от мультиплеерных заруб, ну или тех, кто в принципе боялся туда идти. К тому же за успешное прохождение полагалась достойная награда в виде опыта, внутриигровой валюты и даже тех самых лутбоксов, из которых выпадали неплохие пушки. Многие игроки буквально заучивали эти уровни. Зачастую можно было увидеть, как сокомандники поджидают каждого врага на точке спавна, проходя операцию чуть ли не безошибочно. Притом данные ПВЕ-миссии были важны даже для самих разработчиков, потому что каждая новая спецоперация заметно бустила онлайн и узнаваемость тайтла. Конечно, в этом есть заслуга и грамотного маркетинга, но если бы сами уровни были проходными, то никакая реклама бы их не спасла. В какой-то момент операции стали выходить все реже. Если раньше мы могли получить аж до четырех ивентов в год, то начиная с 2020-х выходило, дай бог, по одному. Примерно на этом моменте я, признаю честно, решил выйти из игры. Комьюнити тоже начало постепенно охладевать к тайтлу. Можно сказать, что для проекта настала темная эра. Прошло несколько лет. Я уже давно слез с иглы Варфейса и в какой-то мере даже забыл про нее. Но пресыщенность современными играми подтолкнула вспомнить о прошлом, и буквально через пару дней я наткнулся на новость о готовящихся глобальных изменениях Варфейс. И ради интереса заглянул на официальный канал проекта. Там перед моим взором красовались свежие трейлеры и футажи актуального сезона. На удивление они мне понравились. Да и честно сказать, я по игре все же успел соскучиться. К тому же графика за период моего отсутствия успела заметно похорошеть. Меня поражал тот факт, что такая старая игра не просто до сих пор выживает, а еще и умудряется цеплять новую аудиторию. Что это за монстр такой? Или, как принято говорить в комментариях, кто ты, воин? Спойлер! Варфейс полностью перелопатили, и едва ли можно словить от обновленной версии чувство ностальгии, но мне таки удалось. Да, такова цена вечной молодости. Но оно и понятно. Короче, любопытство взяло верх, и я решил узнать, что там такого сделали авторы. Игра встретила меня как старого доброго друга, подогнав несколько новых спецопераций, которые я пропустил ввиду своего отсутствия. К тому же ситуация с оголтелым донатом изменилась. В это сложно поверить, но теперь можно получить топовый шмот для ПВП и метовое оружие совершенно бесплатно. Как? Просто играть? Сам в шоке. Меня еще удивил тот факт, что разработчики будто почувствовали, что я и подобные мне зайдут на огонек, и, видимо, недавно подогнали нового контента вроде спецопераций и дали вторую жизнь легендарным пушкам, о которых помнят настоящие олды. Что касается внешнего вида. Да, я не узнаю старый знакомый Warface 2013 года. И мне это даже нравится. В игре полностью переработали интерфейс, сделав его гораздо удобнее, современнее и быстрее. Любимый мной когда-то режим ПВЕ превратили в масштабную систему со своим магазином, где можно намайнить самые лучшие пушки, просто проходя любимые спецухи и ПВЕшки. Кстати, сейчас в ротации та самая первая спецуха в истории игры – белая акула. Оружие теперь можно также абсолютно бесплатно получать и в сезонных событиях, которые стартуют на регулярной основе. РМ, кажется, также реанимировали. Тут есть свой магазин с внешками и оружием, которые также добываются активной игрой. А не за рубли. Также порадовал новый подход к выпуску оружия. Кажется, разработчики взяли курс на остановку гонки вооружений. В игре был полностью переработан баланс пушек, а скиллу постарались вернуть главенствующую роль, как в 2013-м. Я специально посмотрел интервью с разработчиками, и в нем они действительно заявили, что видят Warface игрой, в которой скилл, кооперация, грамотное использование механик, а не донат, должны влиять на победу. Осеннее обновление стало большим шагом в сторону этих изменений. Что ж, посмотрим. Отдельно порадовали последние коллаборации. Так в игру заглянул Нечаев из Atomic Heart и Чумной Доктор из отечественного комикса «Майор Гром», хотя и без них в пуле агентов найдутся свои оригинальные пополнения. Видно, что разработчики поняли свою ошибку и пока не планируют бросать свое детище на произвол судьбы. А значит, и я буду рад дать шанс игре, которая так долго избавляла меня от скуки. Подводя итоги, хотелось бы сказать следующее. Warface определенно игра не с самой простой историей. Конечно же, у проекта есть свои проблемы. Но отрицать тот факт, что для многих игроков, особенно из стран СНГ, шутер является родным воспоминанием, просто глупо. Из памяти уже не вычеркнешь все те бесконечные погони за метовыми пушками, будь то донатные стволы, либо же честно заработанные внутриигровым трудом. Не оторвать от сердца и сотни часов, проведенных в клановых зарубах. Warface при всех своих косяках был и остается одним из самых удивительных проектов на рынке, сочетая в себе динамичный геймплей, мощную PvP-составляющую и крутые PvE-миссии. Те рекорды онлайна, занесенные в книгу Гиннесса, не дадут соврать. Игре есть чем зацепить. Особенно учитывая, что проект до сих пор жив. Пусть его онлайн сейчас и нельзя назвать рекордным. А мы надеемся, что наш ролик не отстал от вашего внимания. Думаю, вам есть что написать нам в комменты или в наши соцсети. На выбор у нас есть Телеграм, ВК, Твич, Дискорд, ТикТок и, конечно же, Бусти. Так что делитесь своими историями. Не теряйтесь. С вами, как всегда, были АйДжеем. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok